Живу я около кладбища, нормально так живу, не боюсь по ночам в окно смотреть, живых мертвецов я не вижу. Я довольно часто через это кладбище хожу, так как мой кратчайший путь до метро как раз проходит через него. И знаете, вот у могил часто скамейки такие стоят. Вот каждый раз, когда я иду через кладбище по утрам, где-нибудь на такой скамейке сидит скрипач. Как зовут его, я не знаю. И вообще, странный он какой-то. Бледный, длинные черные волосы в хвост завязывает, высокий, тощий. Сидит и на скрипке играет. Казалось бы, кладбище, место траурное, тишину бы соблюдать, а вот и нет. Его это не касается. Особенно удивляет то, что он довольно часто присутствует на похоронах. И на моментах, когда гроб или урну с прахом закапывают, он играет на скрипке. Я даже спрашивал пару раз у родственников, пришедших на похороны чьи-то, мол, вы скрипача этого наняли или как? Мне каждый раз отвечали, что он сам приблизился, и вообще никто даже и не заметил, откуда он пришел. Но вот однажды я, как-то раз набрался смелости и подошел к нему, вроде как сигаретку стрельнуть. Он на меня посмотрел, так достал коробочку деревянную, табакерку по типу. Открывает, а там табак листами повертел у меня перед носом и говорит, я, мол, трубку этим забиваю и курю. Сигарет нет у меня. И правда, я видел, как он курил трубку. Трубка, кстати, дорогая, наверное. Я таких красивых не видел. Да и одет он странно все время. Рубашка такая у него белая, аж глаза режет. А если тепло, то жилет черный и брюки. На ногах туфли. А если зимой или просто холодно, то сидит он в черном пальто и зимних ботинках. Но без скрипки. Просто сидит и курит. В последнее время здороваться стали. Раз курили вместе. Он мне все рассказывал о том, как малолеток всяких и бомжей с кладбища гоняет. На мой вопрос о том, зачем он со скрипкой по кладбищу шатается, он мне выдал такую фразу, что кладбище это музыка, все искусство. Вот так кто-то про кровь, мясо, убийство, матюки, голые сиськи рассказывает, кто-то про зомби, призраков. А я вам вот про такого интересного скрипача рассказал. Хотя я к нему привык. Но вот ночью я его не хочу встретить, но особенно играющим на скрипке.